Школа завтрашнего дня В основе традиционной школы лежит идея о том, что человеку для обучения нужно подать информацию, причем заранее выбранную и подготовленную кем-то другим. Однако это никак не соотносится с реалиями 21 века, где люди сами должны выбирать нужную информацию. Предыдущая модель появилась в начале индустриальной революции? Да, ведь до начала века промышленности не было школ как массово-принудительного образования. Перелом произошел на заре индустриальной эры, когда люди поняли, что машины не настолько автономны, и их должны обслуживать специально обученные люди. Так появилась современная школа, и так появился человек индустриальной эпохи. В школе числится 200 учеников в возрасте от 4 до 19. В свое время в школе они могут посвящать чему угодно, в рамках установленных правил. Я не вижу причин относиться к детям как-то иначе, нежели к другим людям. По своему опыту я знаю, что они такие же люди, как и мы. Как только ребенок научился разговаривать и делать выводы, обычно в 4-5 лет, относиться к нему как к человеку, менее способному принимать самостоятельные решения, нежели взрослые, это глупость. Что ты сегодня будешь делать? Школа открыта с 8.30 до половины шестого, но дети могут приходить туда, когда им нужно. Главное условие — пробыть в школе 5 часов. Свобода и возможность делать, что хочешь — это, конечно, классно, но лично мне больше всего помогает то, что в этой школе я смог познакомиться и подружиться с разнообразными людьми, и при этом ко мне относятся здесь как к человеку. В других школах у меня друзей как таковых почти не было. А форму сам себе выбирал? Да. Она мне уверенности в себе придает. Ребят, вы в курсе, что многие люди были бы в шоке, увидев, что вы играете в карты на уроках? На самом деле это интеллектуальное упражнение. В этой игре много математики и логики. Это не просто игра. Она помогает кое-какие вещи изучить. Я вяжу шарф. Уже неделю как вяжу. А зачем? Просто потому, что умею. Вот научилась. Мне нравится Шекспир. Прикольный писатель. И тебе достаточно учиться самому, без учителя? Да, это не так сложно. Я смотрю экранизацию в интернете и одновременно читаю текст. Тогда понятно, как правильно произносить старинные слова. Учителя здесь для того, чтобы помогать детям искать информацию. Если у ребенка есть конкретный вопрос, он может обратиться к учителю. Ведь если разобраться, как мы учимся в жизни, как обучение происходит естественным путем, сначала у нас появляется вопрос, а потом мы уже ищем на него ответ. А не так, что кто-то с самого начала сидит, диктует нам ответы, а потом ставит вопросы. Значит, вы ждете, пока ребенок сам случайно наткнется на Шекспира? Ну, не то чтобы случайно. Они общаются, кто-то делится выученным или найденным, интерес передается дальше. Если разобраться, человечество вообще учится, находя что-нибудь, часто случайно, а потом делясь этим с другими. Взять того же Шекспира. Он ведь в свое время не такой уж популярный был. Люди постепенно открыли его для себя, и теперь для нас это уже целое наследие. И так во всем самое нужное и интересное человек находит сам. В школе работает штат из 11 сотрудников, которые постоянно наблюдают за детьми и их занятиями. Большую часть времени я хожу по территории и смотрю, где что происходит и кому что нужно, чтобы дети всегда видели, к кому можно обратиться. А вопросы вам задают? Разумеется. Иногда теоретические вопросы в стиле «почему желтеют листья?», иногда более практические, например, «что делать, если оштрафовали на дороге?» Ну или все, что угодно. Еще один член коллектива – сам бывший выпускник школы. Он достиг успеха на двух поприщах, как повар и как рок-музыкант. Ковбой Макбелл – тот, что слева на снимке, певец и фронтмен группы Джой Берри. Джеймс Браун как-то сказал, «Мне не нужно, чтобы кто-то мне что-то давал. Просто откройте дверь, и я сам возьму». Вот это моя философия. Я поддерживаю порядок в музыкальных студиях, показываю желающим, что и где находится, а потом отхожу в сторону, позволяя им самим выбрать то, что им интересно. В этой школе учитель не будет искать за тебя нужную тебе информацию. Здесь нет учебного плана. Здесь ты учишься, приобретая свой личный опыт. В современном мире все больше и больше ценится именно такое обучение. Для новых возможностей ценен опыт, реальный опыт. Рядом с музыкальными студиями есть комната для другого популярного занятия – компьютерные игры. Может мне кто-то объяснить, как это помогает вам учиться? Я думаю, мне очень помогло научиться читать. Когда я сюда пришел, я очень плохо читал, потому что в книжках мне мало что было интересно. А в то время большинство игр были текстовые, и мне, чтобы играть, пришлось учиться быстро читать. Помогли при этом именно игры. Ну и пара интересных книжек. Книги в изобилии есть почти в каждой комнате школы. Но детей не заставляют читать. Как и все остальное, грамоту они постигают по собственному желанию. Что делаешь? Так, рассказ пишу. А о чем? Не скажу. Реальный опыт, приобретаемый учениками, включает в себя и школьное управление. На школьных собраниях принимаются важные решения, а судебный комитет следит за их исполнением. Сегодня несколько учеников проштрафились, нарисовав мелком в неположенном месте. Комитет решил, что это приравнивается к разбрасыванию мусора. Джон, признаешь ли ты вину? Признаю. Перу, а ты? Признаю. Лилиан, признаю. Итак, есть предложение назначить их дежурными на 4 дня. Голосуем. Принято. Судбри-Вэлли скептически относится к тенденциям в современных школах к индивидуальному подходу в обучении. Индивидуальность, считают здесь, должна быть либо полной, либо ее нет. Так или иначе, они все равно ставят ученика ниже себя. Это ничем не лучше стандартных школ с жесткой субординацией. В обычных школах дети хотя бы знают, что именно им не нравится в школе. А там, где ребенку дают как бы чуточку свободы, ребенок думает, что это и есть настоящая свобода, но при этом его заманивают в ту же самую схему манипулирования. А это потом привычка на всю жизнь. Модель Судбри-Вэлли принята уже более чем в 30 школах, в основном в Северной Америке, но есть также отдельные школы в Дании, Голландии, Бельгии и Германии. При этом никто не считает такую школу легкой. В этой школе сложнее всего. Спросите детей, они скажут, что это самая трудная школа. Почему? Потому что когда тебе говорят, что делать, за тебя уже все решили, и тебе остается только выполнять. Здесь же они должны сами решать. Я не скажу, что дети здесь эйфорично счастливы. Они активны, да, жизнь кипит, но они проходят через все взлеты и падения, допускают ошибки, учатся на них, учатся не отчаиваться и начинать снова. Это очень сложная жизнь. Они учатся распределять свое время, задумываться, чем я сегодня на самом деле хочу заниматься, то есть найти себя. Если новые тенденции в образовании продолжатся и закрепятся, все больше детей будут учиться быть ответственными за свое обучение. Если прогнозы технологов сбудутся, то уже вскоре будут доступны эффективные технологии автономного обучения на дому, в школе или в сообществе. Индивидуальный подход и технологии – вот два главных фактора, которые движут инновациями в образовании и которые создадут возможность вывести школу на новый революционный виток. Вопрос лишь в том, где будет проходить граница индивидуального подхода, и даже важнее, кто будет проводить эту границу – политики, родители, учителя или же сами дети. passageж. Всеci в тяже. Продолжение следует...